Всем привет! В эфире Универньюс, а в студии Камила Хайрулина. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Студенты Казанского университета сдают ГТО. В галерее открылась выставка, посвященная Мусе Джалилю и Назибу Жиганову. Немецкие биологи ответили на ключевой вопрос о происхождении жизни. В Казанском университете открыт прием заявок на участие в конкурсе «Знаете ли вы историю? Альма-Матер». К участию допускаются студенты очной формы обучения. Заявку можно подать до 8 марта. В команде должно быть не более 5 человек. В Казанском университете пройдет фестиваль семей сотрудников, преподавателей и обучающихся. В рамках мероприятия организованы конкурсы для детей от 3 до 16 лет. Подробная информация доступна на официальном сайте университета. Студенты Казанского университета продолжают сдавать Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», сокращенно ГТО. На этот раз ребята освоили искусство стрельбы. Смотрим! Большинство собравшихся здесь ребят стреляют сегодня в первый раз. Поэтому, как правило, мероприятие началось с инструктажа. Студентам объясняют, как правильно держать оружие и попасть в заветную цель. Сдача норматива проходит в тренажерном зале с помощью электронного ружья. Попробовать свои силы могут все желающие студенты, находящиеся в основной медицинской группе. Для этого вот такая зачетная книжка оформляется студентам первого курса, где предварительно они регистрируются на сайте gto.ru и оформляем на каждого студента. Не в зависимости от того, будут они сдавать или не будут. Затем, естественно, сопоставляется медицинская группа. Может этот человек сдавать, не может. И хочет он или не хочет. Тренеру просят, не забывая, что спорт – это не только поддержание хорошей физической формы и самочувствия, но и способ узнать, на что ты способен. В ребятах скрыто очень много возможностей и талантов. Вчера, например, тоже проходила стрельба, и девушка одна выстрелила 45 очков на золото. Это очень большой результат даже для мужчин. И она была так удивлена, она сама себя не ожидала, потому что надо делать первый раз. Некоторые ребята уже знакомы со сдачей комплекса ГТО. Так Татьяна Кудряшова в прошлый раз получила пятую ступень, завоевав золото, и сейчас претендует уже на шестую. Очень довольна своим результатом. Я сдала стрельбу на золото. Я не ожидала, честно. В школе я очень плохо стреляла, а здесь из электронного оружия намного легче оказывается, потому что мы стреляли по старинке из патронов. Можно сказать, что это некая теория вероятности в действии. Никогда не знаешь, попадешь ты на самом деле или нет. На стрельбе испытания для студентов не закончились. Впереди их ожидают челночный бег на 30 метров и плавание. Диана Жилинкова, Виолетта Басова, Универньюс. Настоящая дружба и партнерство двух великих личностей, о которых говорят и которыми восхищаются до сих пор, Мусат Джалиль и Назиб Жиганов. В честь 115-летия со дня рождения поэта-героя и 110-летия выдающегося композитора открылась выставка в Национальной художественной галерее Хазине. Подробнее в следующем сюжете. Выставка «Содружество душ» названа так не случайно. Она посвящена тандему Мусы Джалиля и Назиба Жиганова. С раннего детства каждому известно, что Джалиль – это поэт-герой, герой Советского Союза, автор-создатель Моамбитской тетради. Но не все знают о его роли в становлении музыкальной культуры республики. Около пяти лет он заведовал литературной частью в татарской оперной студии при Московской консерватории и активно участвовал в создании татарского театра оперы и балета, который сейчас носит его имя. Один из важных разделов экспозиции и посвящен Творческому союзу Мусы Джалиля с Назибом Жигановым. «Результатом их дружбы, творческого тандема, как раз и получились такие известные оперы, как опера «Алтанчеч» – это одна из самых известных татарских опер, и опера «Ильдар», которая была посвящена Великой Отечественной войне». Назиб Жиганов в своих воспоминаниях о Джалиле говорил о том, как ему было очень радостно и приятно работать с ним, о том, что они засиживались до самого утра, много спорили, но всегда приходили к какому-то компромиссу, отмечает Алина Шарафудзинова. Открытие выставки было необычным. Здесь прозвучали и стихи, и оперы из уст артистов республики. Особенно проникновенным прозвучало стихотворение «Не верь» на татарском языке от народного актера Рината Тазидинова. Ринат Тазидинов рад, что когда-то он два раза обращался к образу Мусы Джалиля, хотя упоминает, что именно во второй раз по пьесе Туфана Минулина ему удалось сыграть поэта-героя лучше. Он смог прочувствовать его полностью. Я как актер действительно горжусь, что я играл Мусы Джалиля, и что я понял, что наш народ очень талантливый. Вообще, в одном народе нет такого поэта, который через смертью писал вот такие стихотворения. Заведующий музеем квартиры Иназиба Жиганова, внук композитора Алексей Егоров, также был на открытии выставки. Он отметил, что для него все экспонаты бесценные. Это память о великих людях, которые стоят за памятными афишами. По его словам, Мусаджалиль Иназиб Жиганов – те личности, которые своим творчеством шагнули за пределы национальных границ. Еще одним из гостей мероприятия был народный поэт, лауреат премии Кабдуллы Тукая Ренат Харисов. Он также с глубоким уважением говорит про творчество поэта и композитора. Это те люди, которые обновили татарскую музыкальную культуру и вообще культуру новым жанром. Жанром оперы и жанром балета. В памяти всего народа от Мусаджалиля Иназиба Жиганова остались портреты, фотографии и их великие работы, которые хоть раз в жизни слышал и читал каждый. Энджеми Небаева, Ленарта Влетьяров, Универтньюз. Немецкие биологи ответили на ключевой вопрос о происхождении жизни. Все подробности в следующем сюжете. Немецкие биологи экспериментально доказали, что молекулы транспортной РНК могли стать главным элементом в эволюции ранних форм жизни. При определенных условиях они способны собираться в функциональные единицы, воспроизводящие генетическую информацию в геометрической прогрессии. Тот же самый аппарат биосинтеза белка, он включает в себя, как известно, рибосомы, но в рибосомах именно каталитическую функцию, то есть функцию присоединения отдельных аминокислот к растущей попсидной цепи, выполняют не белки, а РНК. И это как раз в связи с того, что как дым, когда-то давно вся жизнь могла обходиться без белков. Уже раньше было известно, что одни молекулы РНК могут строить другие молекулы РНК на основе какой-то матрицы, но сами себя реплицировать не могли. Но удалось создать систему, подобную той, которая существовала в те далекие времена возникновения жизни на нашей планете. Раньше, на ранних этапах зарождения жизни, скорее всего, эта группа малых РНК, она была предназначена для того, чтобы позиционировать определенные аминокислоты вблизи активного центра так называемых рибозимов. Это молекулы РНК, которые выполняют ферментативную функцию, катализируют какие-то реакции, такие, как сейчас в основном делают разные белки-ферменты. Когда-то давно белков не было. Были рибозимы. Отдельные аминокислоты лишь помогали этим рибозимам выполнять тот или иной катализ. Постепенно начал замещаться процесс катализа именно белковой части молекулы, потому что так более выгодно с химических и термодинамических позиций. Постепенно так белковый мир начал формироваться, но он формировался не в вакууме, а именно на основе мира РНК. На тот момент существовали все разновидности молекулы РНК, которые нужны были для того, чтобы процесс самоорганизации, размножения, самоподдерживания, обесечения гомеостазов, все это уже существовало. И вот на основе этого древнего мира формировался уже белковый. По мнению ученых, транспортная РНК, действующая как посредник между РНК и белками, могла быть ключевым элементом в эволюции ранних форм жизни. Следы той древней РНК жизни присутствуют в каждом из нас до сих пор. Множество базовых биологических процессов по-прежнему основаны на молекулах РНК. Елизавета Никитина, Софья Чугунова, Фарид Захитоглы, Универньюз. На этом все. В студии была Камила Хайрулина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok